Ну, какой год такая ёлка, какой год такой эльф. Побитый, избитый и серебряный. Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! С вами снова я, Милена, русский гигагек, живущий на территории Кореи. И сегодня мы будем брезжать на тему моего уже, по-моему, скажу так, исторически состоявшегося типа видео. Я снимаю фейлы прошедшего года и, соответственно, планы грядущего года или наступившего. И да, я, конечно, понимаю, что я запозднилась, наверное, но, во-первых, сегодня первое число, завтра мне на работу. Когда выйдет это видео, я вообще не знаю. Так что я надеюсь, что вы поймёте моё несостояние, стояние и отсутствие на лице макияжа морды лица. Вот, ну и, наверное, поедем, потому что я тут, знаете, я долго выписывала весь кошмар. Мне есть что сказать, но это такая прескурант. Так что давайте, не отходя от кассы, оливье там, я не знаю, спагетти, салатиков, возможно, даже пранковые селёдки под шубой и коньячка. Давайте, давайте, отлипайте и поехали. Поехали. Я знаю, что всех подрала в этом году. Я знаю, что все любят строить планы и, в общем-то, желательно, чтобы это не были мечты, а реальные планы-планы. Потому что, когда вы делаете мечта-планы, тайм из разряда, боже мой, я когда-нибудь это сделаю, это никогда не произойдёт. Потому что, если вы делаете какой-то список, какие-то цели, вы должны понимать, что через какой-то промежуток времени вы их исполните. Через какой-то промежуток времени вы их достигнете, вы потом начнёте искать пути его достижения и так далее. Но, как вы понимаете, в прошлом году я о многом зарекалась. И, ну, как вы понимаете, коронавирус подрал всех, и меня в частности. Ну, я начнём с простенького, то, что, ну, заниматься три раза спортом по 30 минут в неделю у меня всё ещё является неисполнимым каким-то моментом. Икс, я, возможно, бы отрастила себе жировую слойку моржа, но не, не случилось, потому что произошло маленькое чудо. Ну, а чудо мы потом, потому что это случайность, наверное. Вот, идём дальше. И вот пока я пыталась себя заставить, короче, заниматься спортом, вышло, получается, не 30 минут три раза в неделю, а что-то вроде 5 минут H.I.I.T. Так что я думаю, это с одной стороны фейл, а с другой стороны достижение. Особенно ввиду того, что мы все сидели на карантине. Нужно было себя чем-то занять, и умные люди, эльфы, существа, драконы и всё остальное, конечно же, нашли, чем себя занять, в отличие от других психующих, брыжущих желчью людей, существ, ну и, в общем-то, серых планктонов. Мы не будем называть их по имёнам, я думаю, все сразу догадались, о ком идёт речь, среди своего окружения там и так далее, да. Ну, хорош уже жрать салатик, ну, я с вами разговариваю тут вообще-то, у меня завтра на работу, продолжите его кушать завтра, ну, или хотя бы подождите минуту щекцать, пока я буду разговаривать, спасибо. Да, продолжаем за фейлы. Я помню, мне даже кто-то уже написал в комментариях из-за разряда, а можно ли ожидать от тебя уже мангу, нарисовала ли её я, ведь вроде я так целый год старалась, там, юзала iPad, пыталась найти уроки, и, в общем-то, что произошло... Фейл во всех оставлениях. Во-первых, из-за короны все уроки были отменены, тут опять не я, то есть были какие-то уроки, я хотела на них пойти, я их нашла, я думала даже... Но коронавирус и social distances... И получается, что, ну, до свидосики. Я хотела, почему? Потому что у меня не срослось с iPad. Вроде бы Procreate мне понравился, и вроде неплохая программа, но что-то пошло опять же не так, мне понравился большей частью MediBank, и вроде усложненная версия, это ClipStudio, но у нас ClipStudio вообще вот, ну, вообще не любовь, вы понимаете? Я не знаю, какой пяткой ноги мне надо там рисовать, чтобы все получилось, чтобы все было неативно, при том, что, ну, блин, там все неативно, все можно настроить, и я, наверное, какой-то уже немножечко протухший эльф, и, видимо, мне не хватает витаминов внутривенно, и, возможно, даже витаминов в единорожной крови, чтобы у меня произошел буст в мозге моем, не случилось. И знаю, а самая главная проблема, на самом деле, из-за чего не случилось, при всей вашей помощи, я вам за это благодарна, мы делили планшетку. Понимаете, то есть я не могла сидеть с ней нужный мне день, в нужный мне момент, когда у меня было свободное время, потому что вот как только я начинала пользоваться планшеткой, вы понимаете, у моего Trollolo начиналось желание порисовать, и мне тоже нужна планшетка, и что ты тут пытаешься калякать, иди давай уже, а я вот если буду калякать, я великий, я невозможный, крутой, и лучше, чем ты рисунешь. В общем, понимаете, да, то есть корейцы вообще любят троллить, любят демотивационно мотивировать и так далее, то есть человек ожидал, что что-то там доказывать буду и так далее, но когда тебя отнимают планшетку, ты не можешь вообще, в принципе, пытаться нормально разрисоваться, тем более, когда ты лимитирован, а то и вообще тебе возвращают планшетку полностью разряженной. Ну алло, гараж, ну товарищ, а у тебя еще стресс из-за того, что все-таки диджитал по сайзингу отличается, у тебя начинаются мозгобрызги, у тебя начинается паника, у тебя начинается просто истерика и желание проткнуть этим самым айпеном этот несчастный айпэд. Насквозь, чтобы прям так, вот, но ты не можешь, потому что ценная вещь как-нибудь в другой раз освоить. И именно из-за этого я хотела, в общем-то, на курсы пойти, чтобы меня там научили этим пользоваться, возможно, я просто туплю, мне можно. Вот, но не случилось, родные мои, поэтому, сами понимаете, я бы сказала, что я типа нифига не рисую, я типа нифига не готовилась, и вам не стоит ждать от меня прелестности-тистей, но случилось. Ну, в общем, я знаю, что многие, кто отслеживал меня и в Инстаграме, и на моем бусте на патроне, они знают, что я хотела нарисовать некий Supernatural под именем Мальдена. Я таки что-то рисовала именно на планшетке, но у меня был и сингл, кто пропустил, сами виноваты, все есть в открытом доступе, забезплавно, вот, и как бы это было что-то вроде Please Save My World, такая недоуся состоявшаяся. И у меня, в принципе, на самом деле идей по этому поводу очень много, и именно из-за этого я пыталась освоить планшет, потому что WebTune, новые технологии, куда-то со своей бумажкой, все, ой, правда говорю, что за old school и все такое, поэтому я очень яростно старалась освоить iPad, не случилось. Не случилось, но зато случилось другое. Если вы думаете, что я не готовилась, нет. Ну, чтобы вы ужаснулись, вот здесь находится то, что я собираюсь рисовать в old school, и в таком же альбоме находится целых пять глав Мальдены в скетче. Я старалась, ребят, правда-правда. Ну, как понимаете, old school, все дела. Вот, и чтобы вы понимали, что я тут не понтами кидаюсь, окей, понты, окей, понты. Завидуйте, завидуйте, да, кто понял, что это такое, вы понимаете, что будет происходить, а кто-то даже уже нашел и отслеживает. Молодцы! Нет, я не буду светить своим арт-аккаунтом. Он есть, я его начала. Я пытаюсь каждый день что-то рисовать, туда выкладывать. Такой everyday challenge, как это говорится. Day-day challenge? А я не помню, короче, как это называется. Я себе его устроила таки. Наконец-то, ну, конечно, уже, к сожалению, в начале ушедшего года. Ну, и, в общем-то, продолжаю. Так что нормально, я все начала. Фейлом еще, опять же, считается то, что я так не набрала 100 тысяч. Ну, потому что, товарищ, у меня целый полтергейст был на канале, вы о нем знаете. Многие из вас мне предлагали уже кибербатюшку, чтобы он тут велико-старомышкой мне тут устроил просто экзорцизм, гики-кибердетический, чтобы уже, наконец, все произошло. Почему? Потому что вы не поверите, я уже и в IGTV рассказывала об этом, и сейчас, повторюсь, ребят, ну, реальный полтергейст у меня были отписки, даже когда я пробовала покупать подписки, просмотры, лайки, тайминг и много чего еще, у меня это никак вообще не сдвигало с мертвой точки канал. Он у меня продолжал падать, при том, что я вышла на нормальный для меня, я думаю, сегмент, то есть говорить определенные темы чисто на русском, которые вам всем дико понравились, и определенные темы, которые вы, в принципе, особо-то и не смотрели, говорить на английском, потому что это больше интересно именно английскому сегменту. И я вымела с канала уже, в общем-то, сегмент больше такой анбоксинг, реакшн, такой более гигский вариант, я весь такой вот туда, на второй свой канал вымела, и оставила здесь что-то такое именно, что вот аутдор, то есть влогинг, куда-то пошла, что-то увидела, какой-то экспириенс, кафешка, неважно там, и спорт-арена, какое-то вот событие тоже, опять же, гигского или не гигского формата, да, то есть вот я куда-то смогла попасть. Просто в итоге корона происходит, да? Чудеса вы просто, просто чудеса в решите. И я вот что-то снимать пыталась, но опять же были проблемы, а, это все-таки дележка камеры, и б, корона, из-за чего многие события просто срывались, я ничего не могла снять, я никуда не могла пойти, ничего сделать, но, опять же, вы знаете, кого я хочу собрать на своем канале? Это прекрасно! Я хочу собрать вас, прекрасных, гигских, позитивных, креативных, ну и просто обалденных людей. Ну, как обычно, вы понимаете, когда у вас на канале происходит полтергейст, это невозможно. И это при условии того, что у меня были коллаборейшены. Магия, правда? Но, я кое-что сделала, кое-что нашла, и мы сдвинулись с мертвой точки, господин, тронулся, товарищи! И когда ко мне возвращаются старые добрые подписчики, здравствуйте, да, да, здравствуйте, чок-чок, я водичка, ладно, мне завтра на работу, ну, вы уж извините, это вы будете сейчас праздновать! Завидно! Ну, мне на работу, и я и так уже выпила, и надо немножко протрезветь, голова я вот так уже чугунная, я, по-моему, сейчас за все и все сразу расскажу, но вы уже знаете, потому что, ну, у меня такой типаж первого видео, я могу вообще просто вот за все и все, и сразу-сразу, поэтому нормально-нормально. Я не повторялась, не повторялась. Вот, едем дальше. То есть сдвига канала нет, ко мне не обращаются, собственно говоря, корейцы, куда я обращалась, чтобы снимать вам классные места и их показывать, соответственно. Из-за чего, естественно, многие вещи просто срывались еще и по плюсу того, что... Коронавирус! Вот, и, знаете, я ничего с этим, соответственно, физически не могла поделать, и то, что у меня файланулось так много вещей, не совсем, а даже от меня зависит, потому что одно дело, когда я там проленилась, мне не свезло там, не повезло, как-то вот все рухнуло, а тут просто, понимаете, ну, всех подрала корона, и как-то я вот из этого выкручивалась. Как я его нацарапала, я не знаю во всем этом стрессе. Потому что мне хватило, родные мои, из-за чего я, естественно, не могла так часто позитивить, потому что, ребята, вы не поверите, что творилось со мной, какие происходили интересные, просто чудеса на виражах, скажем так, просто БДСМного характера, что даже черные дыры космоса решились хлопнуться и дать как бы передышку на какой-то момент. Это был вот просто му-мой момент, да. Вот за это тоже можно выпить. Спасибо, спасибо, чок-чок. Кулачок! Как вы понимаете, многие планы рухнули, многие вещи перенесены на следующий год. Даже факт того, что я переоценила свои какие-то ценности, тоже, опять же, произошел. Во-первых, я стала себя лучше ценить, больше ценить. Почему? Потому что случилось все-таки что-то хорошее. Я нашла случайно работу. В руках. Ой, да. Как это вообще, не знаю. В апреле месяце прошлого года я из-за как так коронавирус, товарищи, происходил, но вот за счет моего канала они меня нашли, увидели мою, значит, резюмешку и пригласили, в общем-то, к себе. Они не знали, какой у меня минус происходит, поэтому, видимо... Они не понимали, что я такой проблемный канал, им просто было о, число, количество, так, ага, у нее там неплохая активность, так она еще на корейском разговаривает, так она еще на английском разговаривает, ой, да она еще к нам тут резюмешку закинула, а давайте мы ее на интервью возьмем. Меня там полчаса снашал на быстрокорейском директор и, соответственно, начальник уже моего отдела. Это был, конечно, еще тот пипец, потому что рядом сидевший тролль, он же Мыш, был просто в афиге. Он не смог концентрироваться на том, что происходит, и, в принципе, фильтровать эту информацию. Я каким образом это делала, сама не понимаю, если честно, но я, в принципе, понимала, чего они от меня хотят и чего они от меня хотели, и просто... Я, видимо, догадалась в большинстве случаев, и они меня начали проводить по какой-то непонятной программе, где надо было нахрена зелене просто сайтов зарегистрироваться, поэтому, ребята, произошел чудесный вариант, и один из планов все-таки состоялся. Я нашла работу. Из-за чего, естественно, я начала зарабатывать хоть какие-то копеечки, быть более, в какой-то степени, независимой и мочь купить себе уходовую косметику, какие-то вещи, которые я раньше не могла себе физически позволить, потому что, ну, денежки нашего капитала семьи не позволяли, на казна Гондора просто и до свидания, короче, да. Поэтому, родные мои, я из-за этого, естественно, тоже особо двигаться в определенных направлениях не могла, а в данном случае я не могла из-за работы двигаться еще, то есть, когда мне какие-то вещи попадались, я, например, не могла по работе просто вырваться туда, то есть, вы понимаете, я физически работаю шесть дней в неделю по... сколько получается? Один стандартный рабочий день, а другой нестандартный рабочий день, то есть, у меня иногда получается по идее с половины девятого до шести и с половины девятого до семи. А иногда еще надо в субботу выйти, а то или в воскресенье. А иногда еще вечером неплохо, чтобы ты осталась, потому что паровоз. Ну, потому что по факту меня взяли вроде бы как человека, который занимается соцсетями, но еще ой, как хорошо, что ты знаешь английский и ой, как хорошо, что ты знаешь корейский. И ты, соответственно, сможешь покрывать сразу три языка. А ты еще и соцсетями занимаешься, а ты еще монтировать можешь, а ты еще и снимать можешь. Ну, короче, отхватили все и вся. Потом заставили меня пойти на уроки по меткоординированию, что вообще в корне меня вымело, потому что я, честно скажу, я понимала только половину того, что происходит на занятиях. Почему? Потому что мне не хватало корейского языка. И вместо того, чтобы отправить меня на корейский, они меня отправили на меткоординаторы, потому что, ну вот, поли-пали, надо срочно. Из-за чего опять же упало качество и количество выпускаемого мной контента и позитивчика, потому что меня выносило товарищи нереально. И я не так просто разговаривала о том, что когда здесь кто-то работает и ведет блог, не ожидать от него такого частого выпуска вообще чего-либо, потому что он не в состоянии. Я просто на бровях своих эльфических вползала периодически в дом, а то у меня периодически происходили коллапсы, которые иногда вы видели, в общем-то, в сторис. Неожиданно с 24 года ты начинаешь стандартный рабочий день херачить, а то и вообще без выходных. Эта дюжа сила орка не поможет тебе пережить такие классные изведения в жизни, о которых вроде хочется рассказать, а с другой стороны а кому они нахрен сдались. Вот, из-за чего, естественно, как бы опять же на уроки не попасть, на адапташку не попасть, на многие какие-то такие вещи тоже не попасть, то есть это надо опять искать какие-то вот такие сдать подводные варианты, чтобы все сделать то, что я хочу. И теперь поговорим о планах на 2021, потому что мыша високосно не только вам навешала направо и налево, но и мне, как понимаете. Я проиграла этот бой не хуже вас, хотя, с одной стороны, я чувствую, что я его выиграла с учетом того, что у меня есть работа, б, я начала мощь себе откладывать на свои хочу и покупать свои хочу. Сволочь ты, куку, сволочь. кое-от? Капчат? Я не знаю. Хеяты. Хеяты. Ты ровта. Нанного? Нанного. Тролль. Тролль. Ёлка. Сами понимаете, что с ней произошло. И кто её так похерачил. Ну аж теперь наконец-то о планах. Как вы понимаете, я работаю. Мне тяжело периодически вообще что-либо делать. А иногда мне хочется уехать в спа. Желательно с полным набором хост клаба, чтобы меня просто вот заспашили просто влево-вправо-вверх. Поэтому я попыталась максимально сконцентрироваться на тех вещах, которые я когда-то хотела, прежде чем я начну вот эти, знаете, моментальные сейчас хочу. Потому что надо проверять на самом деле, что вы действительно хотите, что вы действительно хотите попробовать. Или это вот такое, знаете, мимолетное хочу. И это невозможно назвать планом. Ну что же, как бы с работой мы разобрались. Я как неожиданно получила работу. И пока у меня, ну, стопудово двухлетний контракт. Что очень хорошо. А следовательно, я смогу зарабатывать себе денежку, откладывать потихонечку. Потому что, ну, будем честно говорить, не такая максимальная сумма. Не надо мне тут сейчас говорить, ой, ты была... Не, дорогие мои. Жить в Корее это тоже очень тяжело и сложно. И теперь, слава Богу, я могу хоть как-то помочь. Типа, семье нашей. Угу. Э, вот. Все хотят поговорить, я знаю. Не, ну это я просто вижу. Вот. И, понятное дело, что я максимально попыталась свои планы как-то сконцентрировать на таких вещах, которые мне либо многие годы не давали делать, либо как-то, знаете, демотивировали, чтобы я этого не сделала, либо... Ну, действительно, знаете, вот это вот... Вот ты сможешь. У тебя получится. Я могу. У меня получится. Таких людей было мало. Следовательно, я начать физически не могла. Потому что, а. Либо не было тем, чем. Б. Либо не было где. С. Либо вообще получалось так, что, ну, либо-либо, товарищи. Либо вы занимаетесь одним, либо занимаетесь другим. Если честно, я думала, что я вообще не справлюсь даже с видением инстаграма. Ну, что уж тут говорить о Ютубе. Но если порвать свою вангу на несколько частей, вроде ничего так выходит. Хотя, опять же, дележка камеры происходит. Возможно, я буду потихонечку откладывать либо на свою камеру, либо что. Но. План примерно следующий. Я буду рисовать мангу товарищи в старинном варианте, но цветную, наверное. Я ее буду выкладывать на вебтун. Это единственная свободно выкладывающая, на мой взгляд, платформа. Потому что другие три, что-то они какие-то странные. В общем, буду туда выкладывать свой вебтун, который я, ну, как вы понимаете, уже начала. Вот это говно есть мой вебтун. Ладно, ладно, ладно. Я пропалю мало с красоту. Вот. А на другой пока... Бл-бл. Я не так просто купила себе давно мечту идиота двадцатилетней, наверное, давности, если не больше. Этой мечте лицать с лихом, потому что я увидела эти фломастеры, старая, конечно, марка у мангаки, на комиссии в Москве. Какого-то бородатого года. Вот. И, соответственно, я не могла физически себе их позволить. Заходите узнать, я потом расскажу. И я поняла, что, ладно, окей, если у меня с айпэдом не получается, значит, будем по старинке. А это значит, ты рисуешь на бумаге, сканируешь, и потом уже доделываешь, там, тексты кладешь, там, баблы делаешь, уже непосредственно в фотошопе. Мне так будет проще. Я понимаю, что это, на самом деле, еще тот геморрой, и проще было бы на айпэде, что я тут вообще не хочу заднимучить жопу. Но, к сожалению, понимаете, товарищ, опять дележка вот того самого айпэда, который вы видите в кадре на заднем плане, происходит. И стоит мне только начать его трогать, как обычно начинается какой-то пипец. Нафиг мне это сдалось. Я хочу быть независимой, не привязанной таким вещам, и, соответственно, я буду это делать по старинке в альбомчиках. И, надеюсь, я смогу рассказать хотя бы свои истории, которые мне мешают, на самом деле, думать. А у меня там минимум четыре истории. Одна Супернэтчерл, одна Биэль, одна, соответственно, Уся, которая, кстати, начала. Я даже хентую вам, товарищи, я делаю Уся. И еще одна такой, знаете, непонятный вариант, смогу ли я возродить эту старую вещь из своего прошлого или нет. Так что манга у меня на пути. Я уже начала. Я думаю, после Рождества первый эпизод таки будет на Вептуге. Да, спасибо, спасибо, я стараюсь. Вот. Также у нас идет в планы получение пятого ГЭПа. А это корейский экзамен. Третьего Н – это японский экзамен. Возможно, даже возьму ТОЙФУ. У меня есть невероятное желание путешествовать. Почему-то я знаю, что уже все, с короны тут уже сейчас все завязывается. Кончится наконец ее сольют. Докладятся нормальные таблитосыки. Ну, либо мы все дружно уже, наверное, переболели. И поэтому у нас уже потихонечку выработается иммунитет. Ну или уже выработался. Ну так, лайки, короче, кто хочет двинуть ему по голове. Итак, со всей силой, короче, а то любитель мешать мне. Вот каждый раз я пытаюсь что-то снимать, и вот начинается, товарищи. То же самое с айпедом. Вот как мне с этим жить? Вот как мне с этим работать? Представьте? Вот никак. И я думаю, на данный момент я пока сосредоточусь именно на этом. Понятное дело, что я хочу, чтобы на моем канале было 1 миллион позитивных, креативных, охрененных и просто классных людей, которые вот только что захлебнулись, по-моему, в холодце. Товарищи, вы там живы? Или уже тортик не лезет у кого-то? Ну вы там аккуратнее, ладно? Вот. И понятное дело, что опять же все еще есть цель собрать именно мультикультурный канал позитивщиков и гикеров. Товарищи, я гик и гек. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Это канал все-таки не такого простого человека, как бы об этом говорит все, по-моему, и в описании, и на замечательных, офигенных сомнейлах и так далее. И понятное дело, что да, было бы неплохо, чтобы здесь появилось, ну, огромное количество именно, я говорю огромное, потому что я хочу, чтобы было огромное количество реально таких вот, как мы, чтобы мы друг друга понимали, а не вот это вот, знаете, девушка, перестаньте кривляться и так далее. Ну, ребят, если вам не нравится, ну вот идите на тот канал, где там этого не делают, разговаривать с кирпичными лицами. Здесь собираются люди, которые понимают юмор, понимают, что такое гикство, отаку, гейм и вообще другие вещи, вообще этого замечательного поп-арт культурного вообще наследия, выросшие, не выросшие, в процессе апгрейдящие, даунгрейдящие и так далее, да, то есть хочется, конечно, но это не главная цель. Главная цель мне сейчас все-таки выплеснуть из головы вот эти истории мангакские, это первая прям самая такая вещь. Вторая, это, конечно же, путешествия, обязательно съездить в Японию больше, чем на 5 дней, желательно вообще там, может, и на год. Понятное дело, быть более свободной в путешествиях в своем роде, потому что я хочу вот везде побывать, в Китае, кстати, тоже очень хочу, особенно вот 5 главных городов, я их очень хочу увидеть своими глазами. Обязательно одеться в ханьфу, обязательно одеться, соответственно, в офигенное кимоно, нет, не юкату, а именно в кимоно охрененное, вот, потому что, ну, знаете, вот этот экспириенс очень хочется, и это, конечно, у меня цель на этот год в какой-то степени, но я просто понимаю, самая главная цель все-таки это выплеснуть свой выптун, и я надеюсь, вы мне в этом тоже будете помогать. Вот, следующее, понятное дело, зарабатывать денежку, мощь купить себе свои хочу, сделать еще пару вещей, о которых я опять же расскажу, если состоится, потому что я о работе не говорила в прошлый раз, но теперь сказала, потому что состоялось. Товарищи, когда вы строите планы, понимаете, что в основном это все зависит от вас, если вы не сможете заставить себя что-то делать, а мне в этом помогла именно, что система Кон Мари, она же Кайдзен, и он же Джибун Тэч, они очень между собой переплетаются, и они вырабатывают у вас определенные праведные привычки, и оно работает с вашей ленью, которая вот, ну, действительно двигает все-таки прогресс, конечно, и ты понимаешь, что ты слишком ленивый, поэтому ты можешь сделать вот это, и если ты сделаешь вот это, тебе потом легче будет. Поэтому на данный момент поставим, ну, поменьше количество задач, но при этом более ценных в какой-то степени лично для меня, потому что все-таки 20-летняя мечта стать мангакой, или хотя бы попробовать это на зуб уже в процессе. Дякую, мои любители, надеюсь на вашу поддержку в этом плане, ну, и надеюсь, что у меня получится взять пятый ГЭП и третий Н. Так что, если кто-то там знает, может, помогайте мне, ребята, помогайте, мозги уже совсем спеклись на стрессе, потому что, поверьте мне, мне было с чего стрессовать, и только ваша поддержка на самом деле была мне очень ценна. Спасибо, что со мной остались самые-самые, спасибо, что вы мои пози-троны, пози-бу, и не надо пози-ю, вот не надо пози-ю. Ребят, давайте забьем на пози-ю, потому что, поверьте мне, я с этого нихрена толком не имею, вы только просто, как бы, да, без рекламы все, конечно, смотрите, но я лично с этого вот просто копейки. Мне лучше, если вы будете меня поддерживать на том же самом бусти или на патреоне. И вы сами понимаете, накопить очень тяжело, потому что я сейчас вношу долю и в квартиру. Квартира теперь у нас не маленькая, соответственно, доля теперь оплаты большая, и, да, товарищи, золото и драгонцы нахвататы. Даже на кусочек сала, который будет где-нибудь в конце этого несчастного бутылка, до которого я буду целый год добиваться. Глядишь, еще копию свою сделаю. Кто знает. А может быть, кто знает. Ну что же, на этом мои главные планы на этот год заканчиваются. Фейлы я вам точно все рассказала. Если вы не успели усунуть мосенькой вниз в свой замечательный ням-ням или буль-буль, это очень замечательно. Не забудьте поставить лайк, не забудьте пошариться с друзьями, пишите свои комментарии по этому поводу. Ну и посмотрите еще парочку точек тысяч раз, или послушайте специально для вас, наговаривала на русском языке. И готовьтесь, на моем канале будет и русский, и английский. Но, понятное дело, самые болтологические будут на русском, а самые путешественные на английском. Ну, за редким исключением. Ну, а на этом все. С Новым годом, с новым счастьем, с новой радостью большой. Все получится. Стройте планы правильно, ставьте их именно целями, а не мечтами. И у вас тоже все получится. До новых встреч. Пока-пока. С Новым годом. О, вау! У вас все, ты идио, членю фуэ. Не, ну за это стопудово, Лаос, товарищи. Семь лет учила его этому. Семь лет. Ташамбон? С Новым годом. Ташамбон? С Новым годом. Невероятно.